вот у меня почта электронная в mail.ru она принесла вопрос от знакомой моей которая живет в америке одна из самых близких к отцу александру меню и вот что она пишет надо посмотреть лидия муранова вот она как выглядит вот она это тут я его взял перенес суда отдельно потому что там не увеличишь а здесь увеличена она будет суббота 1 августа какое вот дальше считай вслух и на тех ночи я знаю что вы сейчас деревне если есть выход на интернет значит я могу получить от вас ответ я писал о вам и ранее что прилетаю в москву к 9 сентября и у меня к вам предложение наговорить на камеру ваше отношение к отцу александру вдруг вдруг в двух народа аспекта до в двух и так по минуточку переправлю сразу вот в двух аспектах почему-то тут ошибаешь дальше значит двух аспектах по первое первое его явление хрущевской эпохи и далее до перестройки дальше второе и проекция этого явления на сегодняшнюю россию которая называется православной я бы скачала ваше выступление и по возможности предложила публике прослушать на каком-то из вечеров что вы думаете по этому поводу мой ответ предложение неожиданное об этом деле не молился и потому молчу в нашей беседе с отцом александром были и несогласия все это с магнитофонной ленты точно перепечатано и находится в моей книге открытым оком том 20 книги находится на нашем сайте во свете библии и там же в аудио то есть как мы с отцом александром менее беседовали так записи сохранилась дальше если это будет в виде вопроса ко мне рядом находящийся и моего ответа то я выставлю все на нашем видеоканале оттуда можно было бы и взять вам но нужно подождать подождать она пишет hello лидия муранова и на тихоныч благодарю вас за быстрый ответ похоже что вы согласны поэтому расширю свой вопрос как она понимает и пишет такая грамота вероятного вышли на нас через баптистов и мы очень понравились фильмы о матери терезы и о христе дефери или то есть когда они были в москве тогда еще когда отец александр был вот как как мы бы я с ними познакомился с этой следе и можем ее александром окажется борисов его тоже фамилия было или как дальше они имели копировальную технику поэтому и вы видели нашу с отцом александр работу и вашу беседу с отцом александр я помню тоже вы беседовали с группой у меня дома и это запись есть вот это записи у меня нету дома беседовали и я попрошу лидию чтобы она эту запись подготовила и выслала мне у меня нет ее записи почему не знаю потому что я ездил с магнитофоном дальше но очень интересно ваше мнение ретроспективное некий временный обзор от той придушенной диссидентской эпохи до до сегодняшней открытой церкви с ее свободами и политическими играми и так далее могли бы вы представить нашего отца александра единственного тогда миссионера сегодня сегодняшней церкви пусть тот человек который ведет запись задает вам эти вопросы и вы отвечаете пока я программы не знаю будет не один вечер памяти но обязательно всем хозе там спецклуб и обязательно в библиотеке иностранной литературы неделю назад умерла катя гинеева бессменный директор в течение 25 лет а прихожанка 70-х но традиция надеюсь сохраняется скажу вам по секрету последний раз я была два года назад дух благополучия и глубокого сна усиливающаяся присутствием иностранных гостей лишь в самом конце дали слова отцу глебу якунину короткое слово все ведь переутомились но вот и отца глеба уже нет хорошо следите за нашим видеоканалом вот я решу не через две недели может быть что то ну я бы мог ответить конечно но мертвые за себя не могут заступить а у меня с ним были несогласия я поэтому говорю что я имею право говорить вот в той плоскости на тех вопросах которые мы с ним живым обсуждали полагаю что отец александр он кажется на два года старше меня вот он был сформировавшийся и ничего в его сознании бы не изменилось вот что перестройка не перестройка я его считаю одним из самых крупных эрудитов энциклопедистов и вот он был единственная горит миссионер в россии не знаю этого я никогда не знаю и вообще был ли он миссионером тоже не знаю вот а был проповедник у меня две были пленки по 8 часов 5 минут это все таки 16 часов проповеди это вся московская элита была тут я задавал вопрос еврейский вопрос он еврей что означает мень фамилия горит налим налим это рыба но я знаю налима он спорная такая рыба не поймешь чешуя не чешуя старая бряцы этого рыба видимо не едят придерживается но это я это все уже подвожу к тому что в этом тоже что-то есть заложенное вот в то время он узнал грань за которую он не шагнул не шагнул как отец глеб поэтому хотя и там были за ним преследование говорили но они его не взяли вся московская элита знали его говорить что он один был конечно нельзя более популярный самый популярный был отец дмитрий дудко я много с ним беседовал говорил записи были на собраниях у меня вот эти интервью с отцом александра меня сохранились много нас фотографировали но ни одной фотографии у меня нет может быть у него где то есть мои фотографии я лидию попрошу найти и мне выслать по хоть одну фотографию где мы с отцом александром вот он тогда подарил мне свою фотографию подписал ее где он с кадилом на могиле матери там видимо от пива не было в то время вот я начинаю с того что он был полностью сформировавшийся как я видел как понимал и он меня в этом убеждал тут я абсолютно сторонник того что человек был сотворен не сразу а потом бог дунул душу я-то верю верю в разовый акт творения а он верил что ну чуть ли не по дарвину там миллионы лет или что-то что-то такое вот было но я попутно как бы на второй вопрос отвечаю монашество было тогда мало кто об этом знал влияние никакого монашества не было и она молчала сегодня молчать не будет книги отца александра эти подобно они просто пылали бы везде они жгли бы и жгли как у осипова алексея ильича книгами поступали но мои несогласия высказаны вот я показываю открытым оком на нашем сайте 20 том сайт называется по-русски в google зарядить во свете библии открытым оком игнатий лапкин просто и сайт игнатий лапкин зарядите индекс и уже выйдете на наш сайт сайт у нас еще форум есть видео канала и мой мир mail.ru это все там находится вот как бы он дальше себя вел как вел так и вел тут надо сказать меня неоднократно спрашивали кто его убил вот как вы думаете я давал намек что ищут не там вот искали не могли горбачев михаил сергеевич под собственный контроль взял кого-то арестовали топора нету ну и проще такое убили его евреи свои же говорят мне потому что он вот такую позицию занимала для евреев представьте еврей его главе там диссиденция это не думаю почему потому что евреи тоже глядят он никогда не переходил за грань нигде то есть что он не верил в истинность протокола сиумских мудрецов это для всех евреев закон за как сейчас что холокост был 5 миллионов или 6 миллионов было убито ну и проще то есть еврейская стандартная мифология об этом народе совершенно не так трактуемая как говорил дух святой в священном писании через пророков я евреев знаю сегодняшних и так называемых мессианских и вот он более подходил к мессианским сегодня бы евреям было невыгодно это грех брать на себя дальше у еврея вторая установка для всех евреев и полукровок никогда не разрешать говорить об евреях в отрицательном негативном смысле правильно неправильно не допускать говорите все вот они ограбили россию сейчас дарипаски березовские обрабывающие но говорить слух не надо не надо евреи да американские евреи там группа решала масоны и вот они им дали комитет 300 дали разделили россию как я горки даже стал утром и я сказочно богатка березовский борис абрамович говорил вот но не говори не надо говорить сейчас работают все это меняют делают законы все эти дефолты кризисе все это дело руки евреев это ни для кого не сокрыто но говорить не надо но почему не надо то не надо и он никогда этого не говорил он не задевал то есть он знал и убивать его не за что было евреям я предполагаю что более всего тогда более патриотичные или более агрессивная настроена к евреям была группа у васильева дмитрия дмитриевича в памяти сысоевская группа вот в моем представлении что один из фанатиков вот он пришел показал убийство было примерно так как убийство троцкого вот так же заговорил его а дальше ледорубом рубанул его это также заговорил и когда он в них в это перестрел где-то дорогой шел все это подстроено было уже заранее это на дальше еще топор то пришел жук да и тут понятно как было это я мои предположения доказательств никаких конечно у меня нету но когда его убили в тот же день мне пришла телеграмма от его друзей я знал в тот же день случилось непоправимое и нам больше не встречается с ним как он мог вести себя я говорю он был сформировавшийся полностью и менять что-либо у себя он не намерен был и никак они надо чтобы баптисты к нам переходили я никогда не говорю какой же он миссионер после этого был баптисты не церковь у них нет рукоположенного священства епископата повторяю в церковь ходит только католицизм православие григориано-армянская апостолическая церковь копская и сирийская вот пять за пределами все остальное сектантство это наследие кидафана верона и корея и участь их одна и та же хотя я в близких отношениях с баптистами и считаю что это готовое православное только чтобы было священство со всеми уступками без кака баписов без икон без всего даже без крестного знамени это допускаю но чтобы ничего из того что православие они не хулили вот что им не хватает он так не понимали гранат вас кто туда уходит но я против то есть он как будто бы договор и я ваших не трогать вы моих не трогать такого нигде не было мы находимся на поле брани непрерывно и мы обязаны говорить и чтобы у него приходили вот как у меня в тюрьме там баптисты везде каялись там 50 ники адвентисты у него этого не было и он к этому не стремился нет он был очень умный обладал даром писательства и поэтому сын человеческий ничего нового не приносит это все высказано намного лучше намного возвышеннее у святых отцов но он сумел разбавить погодой дождем почвой там что ему известно было где он был как что было и ну красочно писательский талант и все и поэтому хватились и он знал что пропустят что не пропустят у него в голове цензор был цензор он не ждал когда другие будут вычеркивать он сразу это сам обрубал и он мне и говорит но у меня свое тут свой говорит крематорий я недавно 2000 страниц только сжег сжег я ни одной страницы не сжег почему же написал и где-то что-то не проходит ему надо было подать и у меня не было этого ни разу нигде нигде то есть у меня полностью сформировавшиеся но которая все время подвергаю анализу через призму священного писания у него этого совершенно не было писание да это писание перевод и прочее мы намертво с ним не согласны были здесь но как человек он мне нравился другим он быть не мог повторяю я постоянно меняю тактику от постоянно вот я издал книги 38 книг из них там еще 7 книг всем томов это по 752 по 800 страниц и а кому не нужны книги то кто будет читать то их я не останавливаюсь перед этим покупаем машину газель и едем от тихого океана до атлантического от юга до севера нынче 4 экспедиция у нас первое в которой я не участвую из-за своего состояния у меня три грыжи позвоночные на одной сделали операцию я едва поднимаюсь но не обязательно это и знать но ехать мне нельзя мне можно только лежать или стоять но не вести не не сидя я тресся 117 тысяч километров проехал до португалии до рессабона владивостока порта находки и по турции прошли и в афинах были еще вот он этого делать не будет он никуда не поедет он породистый хороший еврей хороший располагающий все в нем было али кали как его мать воспитывала это я все это видел евангельской веры у него не было всех которые люди послушают а какая же у него была вера вера соразмерное его знанием признание православия мы в то же время у него такие были вкрапления в эту в православие которая покрепче чем у кочеткова с борисовым там тоже когда глубже то копнешь там и духовное то не признают и об ангелах там и и как одевалась эта элита я их называю сонное московское мягкое христианство вот такие они там и есть осеты его у него элита вся эта которая его признает и как перед которым он выступал дальше они не шли на благовестие ни одного не было и не будет ни с чего это глубокий сон это правильно сестра лидия подметила и так там иностранцев много это нравится и конечно из них может процентов 90 евреи я не против евреев сохрани бог я категорически против когда говорят неправду и но об евреях надо молиться чтобы они обратились благословлять семя авраама вы никогда не проклинать это я везде подчеркиваю но здесь нужно сказать так как и есть то есть вот такая это вера это не вера пророков там не было обличительного класса а вот к властям обращена как у отца глеба и кунина который тоже дальше начал плыть не в ту сторону с теми которые не ничего грация и отношениях филаретов сам пойти и прочее я считаю это недостойно поведение человека который столько отстрадал который был исповедником отец александр не был ни мучеником не исповедником вот это был открытый человек сегодня его положение даже как пока щиткова нельзя сравнить у него никакой такой вот эти занятия там агапа проще это он а к этому не стремился не это надо не то что надо было какой он был читайте его книги в этих книгах объяснять не надо и моем интервью два интервью которые у него записаны они меня потом правда с повреждениями это все в кгб было мне вернули я их на 6 сеанса пропустил по радио я вел три радиопрограммы в начале 90-х годов я с александром много отзывов мне говорили как вы можете спорить с таким человеком я говорю я могу вы не можете я касаюсь вопросов которые я с ним обсуждал и противоречил ему поэтому я ничего не добавляю не то что на мертвого теперь надевай любой колпак это нельзя делать не говорили не говорили а дальше исходить из его трудов он не был благовестником он не был миссионером но это был хороший батюшка хороший в основном конечно для вот этой элиты писатели художники евреи и иностранцы которые сейчас приезжают которые говорят то есть люди имеющие целый реестр автографов и среди них человек прекрасный умерший как христианин и проще спасибо как вы о нем думаете сейчас я попутно все говорю ну как конечно не как сысоев тот шел на пролом там с мусульманами это неизвестно кто спецзадание было от правительства его убрать чтобы не было трения между мусульманами из-за страха перед мусульманами или действительно мусульманин был по сей день то не установлено а отец александр не шел на это а если бы он пошел вот пошел бы так и против евреев таких как вот шел васильев дмитрий дмитриев даже была бы участь умер внезапно умер вот умер и все я как-то говорил с путиным кто где пытался воевать они все внезапно умерли внезапно илюхин возьмите у кп рф готовил процесс над ним но если выпала роль дворцова шута какого-то даже где-то что-то скажет а потом попятится как жириновский но это не в счет поэтому он нигде не шел на то в чем был после раскаялся и поставленных стенки сказал бы я виной не было у него за ним этого он на пропалу и шел и против патриархии он не говорил как подлинный лик московской патриархии к отец глеб и кунин безбожных от атеизма так вот громить как димитрий дудку тоже у нее не было то есть у него это в общем то было приемлемое для всех и особенно для его элиты он повторяю который раз что он был сформировавшийся и то что он не будет хрущевскую эпоху а в это при этой свободе церкви ему свобода это было как раз вот за такую примерно свободу он проголосовал еще тогда а теперь можно везде выступать в клубах на расхват он будет говорить вот как осипов где то но дальше он не пойдет о масонах он не будет говорить о том что захватили и у него не было пророческого гласа не было кого из пороков не гнали отцы ваши говорю это не по нерасположению там к евреям или к отцу александру отнюдь я знаю в этом могут обвинить но мне зачем лукавить мне вопрос задали я и смотрю проекция этого явления на сегодняшнюю россию которая называется православный ничего православного то нету вот показывает крестят где-то в ульяновске батюшки стоят по колено в воде рядом лов а то там волга что там течет и люди приходят вот так сгорбатится и все ребенка держит патриарх вверх ногами здоровый ребенок то года 4 то ладошкой мощи то их всех надо запрещать извергать из сана а он то не был он игнати да не это главное это не главное отца главное у греба была сварить хазбулатова руслана вот это главное было это политик был а потом раскаялся зачем я стал священником ряса крест у отца александра были на нем это его визитка и всем было очень лестно которые знали с ним вот он такой священник а я с ним и возражать никто не будет он слишком был высок для них и с ним сравнивать по эрудиции там аверинцева или кого-то я не берусь аверинцева лично не знал но вопросах веры любой баптист его за пояс заткнуть мог любой особенно из отделенных из инициативной группы которые там были его свинцем не сравнишь вот которые тогда были которые претерпели это все которые вынесли это был не азаров михаил не бойко николаев графович то там так кажется величать его было нет он в тюрьму не пойдет и в то время он не пошел а тем более сегодня где-то и о нем нельзя было что он выходил только покрасоваться он был именно таким то есть это христианство чисто рафинированная под мирской ум ум учился много много знал много говорил на дальше этого не шло и христос я его знаю христа он в его к интерпретации так но пойти за христом отвергнуться самого себя к этому призыва даже и не было просто не было рождение свыше а водитель си духом святым об этом разговор просто не не мог стоять надо понимать какие меркадеры там перед ним сидели и он им говорила мог-то убийцу пришедшим обратить и даже не знаю что это убийца и говорите он что упокаялся это не спержен чарльз это нет хайоны он и не мог быть другим это ближе всего похоже вот я говорю который сейчас тут осипов говорит он нашему вашему осипов иногда касается крещения вот так же я бородеясь и говорит да ну борода что он сильно был катализированный как католиком он сильно там священника это восхвалял который был и взял там чужой номерок пошел за него в печь в освенцами вот а сколько таких было православия он как бы их и не видел какие были современные в то время он конечно знал мы не знали но он знал который церковь потом будет канонизировать вот мое отношение тома лице александры и который был бы сейчас но если бы он был сейчас я ему сказал все и нового сказать ему о моих несогласиях все высказано я бы ничего не мог ему добавить все уже было сказано а я вы призвали бы и вон поехал бы с вами где-то никуда не поехал ему это ну а зачем это он знал вот мы возимся здесь утра до вечера работам он работать не будет горбатиться здесь с нами он бы не стал пруды делать детский лагерь и проще кто-то сам он этого делать бы не стал слишком породистый говорится слишком гладкий слишком его почитают а было ли за что с него снять сан придать анафеме как на отца глеба не было и поэтому он этим тоже не рисковал вот дальше что пишет взять значит сначала явление хрущевской дали до перестройки влияние на пробуждение хрущевскую эпоху никакого не имел на пробуждение на признание христа да он говорил могли уверовать но это как вера павлова ивана петровича у русских были такие может быть он какие-то имел другие увлечения я не знаю но сказать что это был евангельский христианин миссионер первого века для которого превыше всего было слышать голос духа святого это даже в помине у него не было нет он умом действовал умом это человек ума и может перед богом это никакой роли не имеет любая старушка рожденная свыше была выше его и в данном случае монахи которых я но редко говорю так как они хотели бы может быть и были бы правы удерживая его его книги запрещали продавать вот это считаю неправильно а он не так ну пометку сделать внизу вот этот такой-то такой-то целиком сметать его книги и видимо сын его михаил можете ошибаюсь в ивановской области кажется губернатором был он не мог быть незнаком с путиным и переговорили а путин и патриарх это одно кресло вот и сказали книги эти надо продавать и сразу дали указания мама в церквах так они не появились ну каждый киоск не будут пришли нет нету книг нету и все о них не допустили почему потому что объявили ему бойкот что там про меня говорить мои книги исследовали в почаево и везде и полный молчок но это не два не три года то уже минимум там 13 14 лет могли бы уже какое-то вынести решение никак а книги выманывают из библиотек нам для семинария нужны и главное чудо какое недавно человек один нашелся и это я ваши книги читал где брал в семинарской библиотеки вот что удивительно то при том не расположены были отца господь так делает может быть это у них недосмотр какой-то было человек теперь заказывают все книги наши книги сравнивать даже нельзя было из его книги я многое брал вот которые он вышел где в интернете появились но там объяснение что с этой стороны то я то что я всего лишь плотник печник сторож а брал бы он что-то от вас вряд ли это сомнительно где-то вот отец диакон кураев тот глубже даже проник мои книги чем стал бы читать их отец александр мень я так это думаю это мое мнение такое почему он слишком был набит как говорится напичкан мирской вот этой археологической премудростью он это все знал о чем бы с ним не стал говорить он все это знает а если заговорить о духовном обращении он намертво отметает это это нет и все и спорить не очень как вот с герман стерликов библия перейдем они правильно весь сказ его и ничем не возьмешь московская патриархия лжи церковь старобрядцы лжи церковь все а где-то один есть вот такое когда говорят люди о духовном я говорю о духовном плане то то они непробиваемые ничего нельзя добиться никак и они к ним теряет интерес духовный человек если вот был пророк я представляю и риме как бы мы с ним говорили ян златоус обличающий царицу обличал либо он путина сейчас вот эти в делах на украине не думаю даже не допускаю этого то есть а сегодня есть такие он возьмите лонгин теперь его отец михаил жар там детей собрали сколько они где-то на буковине или что он прямо обратился как епископ теперь чтобы детей не отдавали в армию зачем губить посылает украина воевать с россией он бы на это тоже не пошел но в современный надо мне вопрос задать по каким-то конкретным событиям а как бы он поступил вот здесь мое видение я основываюсь на то что знаю о нем и что неизменный он не менялся и для него нельзя было меняться не потому что он упрямый был никак нельзя потому что в этом все рушилось здание которое он строил почему он и сжигал сжигал провидел что центр внутри его сидел вот я когда пишу у меня цензора нету кроме моей совести совести перед богом молитвенном состоянии многодневном этом в посте и как бог положит мне на сердце вот у меня совершенно другой подход совершенно не задуматься о последствиях а он начинала последствиях подсчитывал и сам себя отрезал это я так вижу дело предложила публике вот я говорю помолился об этом теперь уже здесь вот она снова мне и говорит ретроспективное какое временный обзор что придушенный диссидентской эпохи к сегодняшней открытой в кавычках церкви с ее свободами политическими играми и так далее но ты сама уже ответила какой он вот и думаю что в это он бы вписался если тот боролся допустим константин душенов с евреями ну как понимает он там горбоносая пучеглазая сволочь последний заголовок был его я объяснил оскорбительного в этом нет но теперь он как будто евреев нету забыл видимо там дал обещание евреев не трогать и досрочно освободили вот и говорить о мусульманах вот так подвергать всю книгу разбору и показывать что аллах даже и никакой не бог а чудовище то есть то что говорил отец данил сысоев отец александр не пошел бы в направлении еврейского вопроса хотя он ему известен я говорила гипотетически допустимо ли что патриарх был еврей он этого не допускал да даже он понимал что это невозможно то есть это невозможно почему это и понятно почему все-таки монастырь и монастыре и монахи больше к народу чем патриарх и они патриарха сметут монахи как он в грузии было подняли монахи вопрос выйти и вышли монахи то здесь теперь и госпитализировать надо они тяжко больные тепло хладная вера теплые полы у них ну и все остальное вот это пригрели их видимо и монаши что-то никакой силы не имеют на его опасаются потому что любой авель будет разъезжать людей играется мутить поднимать против против паспортов и ннн чипы они сейчас этим играют хотя это никакой роли не играет сегодня они не знают христа не знают христа отвергнись себя возьми крест следуй за мной этого они не знают и пойти с народом как там в юрке подметать лечить как глухарев был в макаре архимандрит канонизированный алтайский миссионер переводчик священного писания то это да мне понравилось о том что когда я сразу сказала могли бы вы переводить работая ну знаете еврейский язык так как хвольсон давид авраамович или вот павский герасим петрович мы сидели но тогда аудио было видео не было вот так вот от меня отец александр расшатнулся да вы что конечно нет мне сильно понравилось он не переоценил свои знания в знании еврейского языка то есть это был не ироним стридонский а если бы его посадили где-то переводить где-то не знаю села либо в первую очередь но и портить книги то вот судя по этому выражению он не стал бы как сегодня все не так синодальный период не так надо что-то менять и прочее вот когда-то был у нас беседа он даже раз или два один-то раз точно 2 расскажется так он схватил меня за микрофон но интервьюер какие вопросы то задает и сам рассмеялся то есть вот это его открытость мне драматурга розова сергея напомнила литературном институте точно так же он не побоялся а песков испугался да я могу доложить на вас этот который про природу писал вроде сдам тебе органом кгб я тоже попутно все говорю вот единственно то сегодня в сегодняшней церкви вопрос вот это тут все что я мог сказать об отце александр в моей молитве он добудет присчищен клику на небе святых не на земле самый прекрасный мученик откуда берут прекрасный так все я считаю еврейские штучки в фильме михалкова 12 там один говорит а сама евреи есть где вот я попутно сказал где примерно та рука которая достала его а приехал бы он к вам в гости то вот пожить здесь то не думаю потому что заласканные зализанные как отец кирилл сахаров на берсеневке около храма христа спасителя у него перекос вот такой идет потом меня говорит поносит и поэтому выравнивать эти весы я согласен с этим это выражение мне знакомо и знаю когда где-то что-то хорошее отзывается то где-то начинается поношение и бог выравнивает этим вот отца александра сказать что я был очень близко в его кругу как у отца димитрия дудкова нельзя интервью у меня было два у него брал вот у отца глеба у меня было это 17 часов интервью почти 17 часов две полные пленки которая служила кгб попросили у меня на работе и сказали большой мудрец а потом дальше уже он пошел так что что я не могу принять да упокоит его господь отца александра в обителях небесных а его заблуждение да будут забыты и что он написал неправильно да будет истреблена и чтобы ни один человек не совратился а что его книги были отрицательно это я еще при его жизни ему сказал он говорит да я не это хотел сказать юри веру потеряли люди вообще я-то думала эмонаил светов это другое там еще какие-то у него были эпиграф он вот но это без меня там на за рубежом они все я делали благодарю господа бога моего что я был с ним знаком я у него причащался исповедовался рад что мы были знакомы богу нашему слава во веки аминь